Всем привет! Здравствуйте! Всем привет! Сегодня приехали в соседний город погулять. Город называется Вурдник. Сейчас будем кидать монетку в озеро и загадывать желания. Иди загадывай. Иди загадывай. Давай, иди загадывай желания, доча. У нас такая традиция. Кидаем монетки в фонтанчик и загадываем желания. Да, доча? Не, это одно желание. Два будет много уже. Давай, загадывай. Ну, пусть ваши желания сбудутся. Здесь возле фонтана лавочка такая прикольная. Соляр с облагами. Солнечные батареи. Здесь USB разъемы можно подсоединять, заряжать телефон. Умно придумано, да? Практично. Все, посидел. На фонтанчик посмотрел. Погрелся, загорел. Телефон зарядил. Все, все удобно. Все продумано. Пойдем. Посмотрите, какое здесь прикольное место. Здесь все фотографируются. Мы здесь тоже пофоткались. Пойдем по городу погуляем потом. На набережную сходим. На пляж покупаться тоже сходим. Ну да, обязательно. Очень красивые пляжи, лагуны какие-то там. Если что будут лагуны красивые, можно послевать. Поныряйте. Либо под водой покажем вам тоже. Идем к старому городу. Здесь у музея есть церкви разные. Посмотрим, что вместе. Также здесь в этом же городе находится известная самая узкая в мире Гаса. Гаса это как по-русски. Будешь как-то не знаю. Всего лишь 40 сантиметров. Интересно, пройдем мы там, нет? Если мы ее найдем, то обязательно покажем. Красивый городок здесь такой. Только зашли, мне уже здесь нравится. Такими камушками выложено. Когда дождь идет, наверное, скользко здесь. Тут уже эти дорожки тоже несколько суток. Сути, но может быть и тысячи след. По-любому. Разные камушки на камушке. Вот даже, видишь, называется Мокли двор. То есть, наверное, постоянно что-то остегало. Я и говорю, когда дождь идет, тут по-любому скользко. Офигеть, да? Классно. Улочки за улочками. Горик такой сейчас. Смотри, какая узкая, да? Классно, так красиво. Здесь экскурсовод экскурсию проводит. Вот сейчас мы подошли к самой узкой улочке во всем мире. Сейчас, когда все уйдут, покажем. Я тоже хочу в этой улочке пройтись. Только самое главное, не застрялись. Ну, ты-то уж точно не застрялись. Нам придется, если что, пузико втягивать. А то мы тут так наелись за эти все дни. Конечно. А ты-то худенькая вон такая. Че ты? А на 40 сантиметров ты-то точно пройдешь. Вот мы и подошли к этой улочке. Называется Кланчич. Самая узкая улица в мире. Интересно посмотреть. Все ближе и ближе и ближе. Реально узко. Иди, посмотри, пролезешь. Дети спокойно проходят. Даже ширь пройду. Иди, проходи. И деда пройдет. О, папа проходит. Боком, да. А я и так прохожу. Спокойно. Мне места хватает. Классно? Я посмотрю, как там деда. Деда застрял! Деда пошутил. Иди, деда, спасай. Ариша, деда спасает. Спасла, деда? Спасибо, Ариша. Я говорю, тут экскурсия перед нас идет. Экскурсовод их людей водит. Но я говорю, надо за ними все время ходить. Они только интересные места, наверное, показывают. Туда наверх пошли. Мы за ними след взяли, да? 43 сантиметра эта улочка. Вот здесь на английском. Написано на хорватском. Жарко, жарко. Душнях. Дошли к морю посмотреть. Море здесь, да. Сейчас ходим прогуляемся, еще красота посмотрим. Это вообще вроде написано на дереве столько. Шельдзенштадт, да? Типа город находится наверху на камнях, вот он на таких на скалах. Грозди винограда тут растут. Андрей решил попробовать. Я попробую. Дай мне тоже один. Хосточками. Офигительно вообще. С него, наверное, вино и делаются. Вообще огонь. Попробуй. Кисеньки немножко. Вкусно вообще. Вот этот ТРГ, не знаешь, что значит? Короля Звони мира. Наверное, здесь какая-то площадь. Там везде маленькие гуськи гасаны, а здесь вот такая маленькая площадь. Дом каменный, чисто он древнейший, никто не живет, да? По этой гасе вниз, может быть, к морю придет. Не знаю, сейчас увидим. Здесь есть не только самая маленькая улица в мире, здесь еще и самый маленький проход в мире. Точно? Мари какая-то. Дверчица какая-то. В 19 веке что-то было здесь. Кто умеет по-хорадски, по-английски, почитайте, посмотрите. Тупик. Тупик, да? Тут тупик. Будем разворачиваться туда. Пойдем в другую сторону. Продается что, дом? Нашли здесь какую-то технику. Не знаем, что это такое. Гадаем, стоим. Может кто-то из вас знает. Напишите в комментариях. Смотри, это тоже древняя кладка, да? Вот этот дом продается. Смотри, где он живет, он сейчас взлетается. Что покупать? Да что-то иди оттуда. Смотри, как не упало. Там паутина. Здесь по всему городу такие узкие улочки. Интересно погулять, посмотреть. Архитектура тут, конечно, своеобразная. Древняя, да? Кто как хотел, то так строил. Ну да. Архитектирил себе. Мои вот эти дома прикольные. С дымоходом по боку уже идут. Не внутри, а сбоку пристроено тоже. Ага. И тот там спереди так же самое. Видишь, он? Серый уже. Интересно тут походить, погулять. Мне тоже нравится. Смотри, лаванда вот идет. Запах лаванды мне нравится. Последние кисточки уже. Пахнете? Угу. Классно еще пахнет. Тут везде очень много вина продаются, где на каждом углу, можно сказать. Виноотека здесь. Город Вребник. Славится своим винодельческим искусством. Да нет, смотри, что прикольное я увидел тут. Вот это точно еще какие-то там, не знаю, сколько это было. Тысяч лет назад. Видишь, вырубленная из камушка фигурка какая-то, наверное. По-любому. Это не зря они ее так оставили, что видно, видишь. У нас есть такая традиция, где мы везде бываем, покупаем магнитики. Доча вот выбрала себе такой камушек с магнитиком. Повесим на холодильник. На память. Вот, когда на теку зашли, раз, видно. Цены, видите, тоже сами. 25, 26, 18, 16. Спросили мужчина. Вот по 9 поменьше. Я положу тебе. Спросили мужчина, сказал, можно попробовать. Вот такая бутылочка классная. Можно даже как подарочный взять его. Три горлышка в одной. Ореховая. Апельсиновая. Виноградная. 17,5 градусов. Каждая по 17,5 градусов. Интересно, на вкус какой. Погулять вообще прикольно, да? Интересно по этим всяким маленьким улочкам, газам. Камушки такие, дорожки уложены везде. Прикольно. Здесь ходишь в тенечке. Где-то тенечек, где-то солнышко светит. Классно. Вон, смотрите, там какая-то церковь виднеется или что, куда мы выходим, да? Кто-то проделал серьезную работу. Камушки такие выбирал. Одного калибра примерно. Это церковь Святой Марии. Здесь написано. Здесь вот такое интересное возле входа. Какая-то древнейшая что-то, рамка какая-то осталась, да? Все на что-то было интересно раньше. И вот эта вот надпись. На каком, интересно, это языке написано-то? Кто знает. Напишите в комментариях, что это за иероглифы здесь, что за надпись здесь. Здесь все такое в этом городе интересное. Древнее, старое. Каждое здание, как будто попадаешь в очень далекое-далекое прошлое, да сын? Возле каждого здания практически есть такие вот таблички, где написано, что это было. Вот это вот, например, здание 9-10 столетия. Интересно, да? А здесь вот, сына, смотри, что за такое я сделал. Что это за гнездо какое-то такое? Для летучих мышей, что ли? Церковь Святой Марии внутри. Зашли мы сюда, внутрь. Да, тут очень длинные эти маленькие всякие улочки. Ну, не совсем прям очень длинные. Ты просто первый раз когда идешь, кажется, что очень длинные. Если тут какой-то дом ремонтировать или что-то. Как сюда завозить все стройматериалы и все такое. Только руками таскать далеко. А здесь какой вид, просто загляденье. Ну, там на том берегу, тот город, это Триквиница. Там был ваш самый первый раз в Хорватии. Тоже красиво было. Но тут ей больше нравится. Что бы снизу сейчас бы подырять, бы плавать по любому таких рыбах. Посмотреть красиво. Ну да. Там ушки такие, смотри, как галлы такие. Вот здесь магазинчик продают вино. А тут можно посидеть, его попробовать. Полюбоваться таким прекрасным видом. Классно так. Дорожка здесь везде такая. Тут котик сидел. Котик сидел? Ты хотела посмотреть? Да, он сбежал. Где-то тут сидит. Ну, может, еще увидим. Котик кис. Вон, сколько лодочек. Люди отдыхают. Вон, котик. Вон он, котик маленький. А если он милый для тебя? Черненький. Или ты его боишься? Боишься. Вот так по городу мы в рыбнику погуляли. Теперь идем к машине и поедем на пляж. За всеми чуть на пляже покажем, какой пляж там. Что ты хочешь дочке сказать? Это был орех с камнями вон. Орех с камнями? Хорошо. Тут вообще такая жара, ребята. Как мы вообще ходим? Вот так погулять интересно посмотреть на эти улочки. Старые здания такие древние. Здесь сидешь так, прям местами. Нет, нет, такой запах старинной прям, да, сын? Пахнет так старинным, древним. Туристы, да, сын? Угу. Вот здесь мы были, вот это я помню. Видишь, вот это вот, мы здесь, возле галереи, вот это мы стояли. Покупали здесь камушек, видишь? А, точно. Раз мы находимся уже в городе, в городке, который занимается виноделием, решили себе тоже накопить такой микс сладкое, сухое. Два сухих вина разного, одно темное, одно белое и одно сладкое. Попробуем. Ариша, наше настроение. Идет, танцует, выбражает. Да, доча? У тебя настроение хорошее? Нет. Вон там на аптеке висит на углу градусник, вот 38 градусов. Вот это, да. Время 12 часов тут. Вот такая вот красота там наш паркласс. Едем на пляж. Вот мы приехали на пляж, такой небольшой. Сгребница называется пляж. Пока вы говорите. Но там есть люди вон прыгают с камней, с таких, с уступа такого. Есть галька вроде бы как полежать внизу. Вон ноги там на бетонном, на бетонном пирсе таком лежат, лесенки есть вход. Сейчас перед ним походим. Мы тут хотим больше поплавать, поснимать видео, рыбок поснимать в воде. Надеюсь, здесь должны быть там, где у нас в башке песок. Там рыбок очень мало. Здесь рядом возле пляжа есть кафе. Можно перекусить, охладиться. Тут пляж тоже интересный. Сейчас здесь покупаемся. Классно-то так. Красиво. Доча уже приготовилась нырять. Одевай очки. Покажешь, как ты ныряешь. Да. Здесь подное молочное. Классно, вообще теплое. Да, теплое молочное. Ногам такое больно ходить. Деткам здесь. Рыба посморезу поможет. Там еды рыбки у нас найдешь на песке. Там уже нечего, здесь не за конями что-то находят. В здании поныряете. О, прикольно. Давай, ныряй. Надо было сказать, я тебе тоже дать принесла. Нырок, да? Ага. Весь отпуск ныряешь. Я самый большой камень в мире увидела. Самый большой камень в мире. Понятно. Молодец. Супер, молодец. А рыбок видела? Да, рыбок видела. Здесь такая скала, такая гора отвесная. Внутри пещера есть. Люди там в пещере лежат. Отдыхают тоже. Там в пещере, наверное, попрохладнее, да? Классно тут вообще. Тут синёк. Кому жарко, можно сюда прийти. В пещере люди лежат, отдыхают, туда поднимаются, по этим лесенкам, оттуда ныряют. Нырки, как всегда, пошли нырять. Рыбок снимать. А я буду на стопеньке нож снимать. Только держись за перила, доча, чтобы не поскользнуть. Охищах не хотел. Настя — не въехать. Настя — в ней. Так это невероятно. Субтитры подогнал «Свежень» Победуа. Субтитры подогнал «Свежь», Победуа. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы решили с Андреем сходить на разведку, посмотреть соседний пляж, пока дети купаются с бабушкой и дедушкой. Поднялись наверх. Ну тут какая-то прям яма такая, вели, да? Ну. Красота кругом. Ну что, даже не станет, что-то классно, но... Ну да. Кайфово еще, можно сказать. Кайфово, да? Как в детстве, когда был на Имантау, когда озеро в Казахстане. Там тоже сосновый убор. И вот так тоже запах такой. Четкий. Вот мы и пришли на другой пляж. Буквально даже 10 минут не заняло это у нас. Посмотрим здесь тоже и скупнемся. Небольшой пляж, но тоже чистейшая вода. Смотри, какая красота. Спокойно, так тихо. Люди отдыхают. Наслаждаются. Пляж здесь небольшой, маленький. Люди лежат вон тут уже. Что-то даже думал, смотри, стенки себе построить. Типа моя территория. Ага. Сейчас скупнемся и пойдем в обратную сторону. Этот пляж называется Кожица, если я правильно читаю. Вот такой затишек такой. Гавань такая небольшая. Класс. Вообще вода теплющая. Мужчины наши, смельчаки, решили в воду попрыгать со скалы. Давай, сынок. Пошел. Пошел. Давай, пошел. Первый пошел. Второй пошел. Круто. Пошел. Пошел. И деда тоже с ними. Пошел. 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 Так, солнышко в глаза светит, хорошо ласкает, нас греет. На этом мы будем заканчивать наше видео сегодняшнее прогулку. Нашу такую насыщенную. Посмотрели старый город, покупались. Разные пляжи повидели. Все очень нравится, все классно. В отпуске это так круто быть, это вообще круто. Ничего не делаешь. Сидишь, отдыхаешь. Да, тут так прикольно. Ничего делать не надо, расслабляешься. Всем пока, до новых встреч. До свидания.